Музей под открытым небом Музей под открытым небом развернулся там, где в 1941 году шли ожесточенные бои. В деревне Палицы появились пешеходные туристические маршруты в рамках проекта «Рубеж обороны Москвы под Звенигородом». Вот этот проект мы сегодня открываем сам по себе. Он у нас, наверное, в стартовой в Одинцовском городском округе. Почему? Потому что сегодня мы открываем туристический рекреационный кластер и именно открываем вот эти пешеходные маршруты, которые дадут возможность именно своими ногами пройти, посмотреть, соприкоснуться с историей. Здесь, прямо на опушке Масловского леса, советская армия остановила немецкие войска. По словам руководителя проекта «Рубеж обороны Москвы под Звенигородом», для всех желающих открывается возможность пройтись по местам сражений или сделать это онлайн в сопровождении аудиогида. В рамках этого проекта мы установили мемориальные щиты, мемориальные таблички. Но самое главное, что называется музеем под открытым небом, мы разработали три туристических маршрута и один автобусный маршрут. Гости презентации проекта смогли не только пройти по памятным местам и увидеть исторические артефакты. Организаторы подготовили концерт на передвижной колокольной звоннице и показ техники. Анна часто посещает исторические выставки. Вместе с отцом они восстановили легендарную машину. Это ГАЗ-69, 68-го года выпуска. Достаточно востребованный вездеход в СССР. Обладает многофункциональностью и проходимостью хорошей. С героическим прошлым страны смогли соприкоснуться первые посетители. Это важно не только для взрослых, но и для подрастающего поколения, говорит житель деревни Палицы. Основная цель, которая в сегодняшнем мероприятии состоит в том, чтобы привлечь внимание не только местных жителей, но прежде всего, наверное, жителей хотя бы ближайших деревень, поселков, может быть, жителей Одинцова, Звенигорода. Рубеж обороны Москвы под Звенигородом стал частью мемориального пространства, куда вошли соседние деревни. Экскурсии для взрослых и детей здесь будут проводить регулярно. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.